В нашем эфире Владислав Селезнев, военный обозреватель и бывший спикер вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, здравствуйте. И слава Украине. Героям слава. Героям слава. Владислав, а как вы считаете, какой была стратегия российских оккупантов? Это все те же местные штурмы, попытка удержать позиции подсватого ценой тысяч новомобилизованных? Да, коллеги. Дело в том, что в тот период времени российская регулярная армия, та самая численностью 200 тысяч, которая начала эту ничем не спровоцированную полномасштабную войну, де-факто закончилась. Были уничтожены большая часть того самого личного состава, контрактников, немного там российских военнослужащих срочников было, некоторое количество добровольцев, но фактически все они были уничтожены в уже значенных боевых столкновениях на Сватовском направлении. Именно поэтому тогда, в сентябре 1922 года, Путин был вынужден объявить частичную мобилизацию. Несколько сотен тысяч российских чмобиков, так мы их называем, прибыли на усиление тех самых российских подразделений. И тут важно понимать следующее. Немалая часть тех самых чмобиков были отправлены в пекло, в топку войны, фактически без подготовки. То есть буквально от момента их призыва в рамках мобилизационной кампании до прибытия непосредственно на линии боевых столкновений проходило 3-5 до 7 суток. Соответственно, ни о какой боевой подготовке и пристойной материальной технической обеспечения в этом случае речь не шла. Да, и правда, мы показывали даже видео их признание с линии фронта о том, что они оказались на фронте спустя 4-5 дней после того, как им вручили повестку. Но и никто никого не обучал, действительно. А Владислав, что вам известно о нынешней подготовке российских военных? Как сейчас оккупанты относятся к тем, кто может даже добровольно пришел или кого отправляют на фронт по скрытой мобилизации, которая продолжается в российской федерации? Да, коллеги, очень важный вопрос, и мы должны с вами понимать буквально следующее. Цифры, которые озвучит генерал Буданов, украинский руководитель военной разведки, они, собственно говоря, соотносятся с теми реалиями, которые в настоящее время происходят в самой российской армии. До 30 тысяч ежемесячно в ряды российской армии вливаются тех самых добровольцев. Причем они на самом деле добровольно подписывают те самые контракты, потому как это для них единственная возможность социального лифта. Потому как на предприятиях в российской экономике заработать ежемесячно порядка 200 тысяч рублей – история из серии невероятных. А тут россиянам реально обещают, и некоторые даже выплачивают самые обещанные 200 тысяч за возможность и за необходимость убивать украинцев на поле боя. Что касаемо подготовки, то мы должны с вами понимать, что система учебных центров, полигонов, где обучают российских военнослужащих, а замы при выборах снабжения боевых действий, относительно невелика. По разным оценкам от 90 до 110 тысяч емкости тех самых учебных центров и подразделений, причем курс подготовки, ну обычно рассчитан курс молодого бойца до трех месяцев. Естественно, в таких условиях, в условиях того факта, что россияне будут ежемесячно призывать до своей ряды порядка 30 тысяч военнослужащих, в принципе, эта самая система подготовки, она в принципе с таким потоком личного состава справляется. Все ли граждане Российской Федерации, призванные в рамках мобилизационных процессов, отправляются в учебные центры? Ответ, мы очевидим, нет. Если у россиян возникает кризис на поле боя, они буквально с колес снимают тех самых российских добровольцев, подписавших контракт с Министерством обороны и отправляют непосредственно на поле боя. Следует ли в этом случае вести речь о качественной подготовке и качественном материально-техническом обеспечении? Ответ, мы очевидим, нет. Не успеваете самые российские добровольцы соответствующим образом подготовиться, выполнять боевые задачи в рамках тех подразделений, куда их отправляют. Мясные штурмы, они и призваны за счет трупов российских солдат прокладывать путь к их желаемым событиям, местам и целям, на которые этих самых российских военнослужащих, в том числе и добровольцев, отправляют их по факту на смерти российских генералов. Владислав, в нашем сюжете была показана история Людмилы Ховалкина и еще одной гражданки Российской Федерации Попковой. Ни одна, ни вторая не нашли ни своего сына, ни своего мужа. Прошло уже более полутора лет с момента того, как они были отправлены под Сватова. Как вы считаете, какое количество, в принципе, было положено российским командованием, мобилизованных в одной точке под Сватова? И где все эти тела? Я думаю, что тела там же и находятся. Ведь обратите внимание, эвакуационная команда российской оккупационной армии работает из рук вон плохо. Поэтому тысячи, возможно, даже десятки тысяч тел российских солдат сейчас постепенно разлагаются в лесах, лесопосадках и полях нашей страны. Потому как не работают соответствующие санитарные команды и не проводятся мероприятия по эвакуации тел погибших в российских больных службах. Почему? Ответ, как по мне, очевиден. Дело в том, что эвакуация тел погибших запускает механизм выплат, соответствующих компенсационных выплат, предназначение соответствующих социальных льгот и всякого рода мероприятий, которые оказывают серьезную нагрузку на российский бюджет. И совершенно очевидно, что в этой ситуации российскому военному руководству мы много выгоднее и рациональнее подавать таких погибших в военных случаях, тела которых на веки фактически остались в лесах, лесопосадках и полях Украины, как без вести пропавших. Статус не определен, выплаты весьма скромны, а по истечении определенного времени они в принципе приостанавливаются. И никого не интересуется, что мать не может похоронить тело своего сына, что ребенок никогда не дождется тела своего отца с поля боя, ну а жена, соответственно, не дождется своего мужа. И в этой ситуации мне кажется, что, с одной стороны, россияне, российский высший военно-политический руководство, здесь максимально рационально, то есть снижает нагрузку на российский бюджет. Ну а то, что Путин, его окружение, и, собственно говоря, прочие чиновники рангом пониже абсолютно не обращают внимания на эмоциональное переживание, на то, что каждый упавший военнослужащий имеет право на похороны с соответствующими войсками и почестами, для меня это очевидно. Если они настолько безалаберно относятся к своим военнослужащим, которые положили своей жизнью самые ценные, что, в принципе, они в этом мире имели, то о каком соблюдении норм правил ведения боевых действий следует в этом случае учитывать в то самое время, когда мы очень часто упрекаем российскую армию, российских офицеров в том, что они действуют всякий раз, совершая военные преступления, совершая неориентируясь на те нормы, правила и обычаи ведения боевых действий. Ничего удивительного. Поэтому тот тезис, который многие годы российская пропаганда поднимала на счет, мол, российский офицер – это эталон чести, совести нации, я думаю, что это настолько глубокое и изощренное, извращенное вранье, что тут можно отдельную передачу посвятить лишь только обсуждению образчиков той самой российской военной пропаганды, которая до сих пор работает и отравляет умы жителей Российской Федерации. Да, но есть еще и российские оппозиционные журналисты, которые, собственно, находят эти все факты и лжи российского командования. Я напомню, что уже через час в нашем эфире будет автор расследования под названием «Мясорубка под Сватова» Ирина Долинина о том, как Кремль сначала уничтожил своих граждан и молчит. Об этом мы не только поговорим с Ириной, которая ознакомилась с сотнями жалоб, которые россияне писали Путину. Не пропустите. Ну а мы, Владислав, с вами продолжаем. Российская армия ежедневно действительно продолжает нести потери. Их, как мы понимаем, необходимо восполнять. Секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов в свое время говорил о том, что в России возможна тотальная мобилизация после так называемых президентских выборов. Владислав, что вы думаете о планах россиян и о том, что в итоге ждет всех мобилизованных, новомобилизованных? Необходимо ли им посоветовать пересмотреть историю событий осени 2022 года под тем же Сватовым? – Коллеги, давайте мыслить рационально. И я думаю, что именно в наших рациональных измышлениях мы с вами точно придем к следующему выводу. Дело в том, что Путину крайне важно кратно усилить давление на украинские силы обороны. Каким образом он это может сделать? Из 17 тысяч танков, которые на бумагах числятся на балансе российской армии, 6200 мы уже превратили в пепел, а немалая часть тех танков, которые все еще продолжают находиться на воинском учете в российской армии, это танки далеких 40-х, 50-х годов минувшего столетия, которые вряд ли представляют себе грозную единицу на поле боя. Они требуют очень серьезного, радикального уровня перестройки, переделки, ремонтных, восстановительных работ. То есть вряд ли они когда-либо двинутся вперед и будут принимать участие в боевых действиях. То есть с бронетехникой у россиян достаточно сложно. Они теряют кратно большее количество техники, вооружения, специальное оборудование, нежели способно российская военная промышленность приобрести, произвести и закупить к примеру на территории Северной Кореи. Единственный ресурс, которым Путин владеет в достаточно широком масштабе, это людской ресурс. Поэтому, скорее всего, именно российские чмобики будут затыкать дыры на фронте. Именно с помощью тел своих сограждан Путин будет пытаться реализовать свои алармистские планы в части оккупации, ну как минимум тех регионов Украины, которые в соответствии с Российской Конституцией уже являются территорией, новоприобретенными территориями, то есть самой России. Поэтому, скорее всего, по окончании выборов, то те самые процессы частичные, а возможно в полной мобилизации, и будут интенсифицированы на территории России. Опять же, не могу не вспомнить аудиозапись одного из совещаний под руководством крымского горятора Сергея Аксенова, который заявляет о том, что с середины марта начнутся эти самые масштабные мероприятия в Крыму, связанные с кратным увеличением оборонного заказа в части поставок моб-ресурсов. И тут уже, по мнению Сергея Аксенова, система не ограничится призывом в ряды Российской Армии, а лишь зэков или же добровольцев будут грести всех и вся. Ведь очевидно, что то количество Российской Армии, которая в настоящее время действует на поле боя, а я напомню, наша аудитория украинской разведки утверждает, что 462 тысячи российских военных службщиков и 35 тысяч росгвардейцев в настоящее время задействованы в рамках, как так называют, специальной военной операции. Уже Путинской Армии этого недостаточно. Поэтому вполне возможно, что встреч может идти о, возможно, четырех сотнях тысяч российских граждан, которые будут призываться в рамках частичной мобилизации. И совет тут очевиден для всех граждан России. Бегите, пока они закрыты границы, пока есть возможность избежать ногами. Избежать ногами ту самую частичную мобилизацию, потому как билет на войну, это билет фактически в один конец. Ну и давайте о событиях, которые уже сейчас происходят в Российской Федерации. Еще в середине прошлого года в Нью-Йорк Таймс писали о том, что Кремль не может справиться с атаками дронов в глубоком тылу. Тогда, в августе 2023-го, БПЛА активно летели в сторону Москвы и долетали, собственно, до российской столицы. Теперь же дроны летят далее. И война, которую развязала Российская Федерация против Украины, теперь уже и на территории самой России. Яркие ночи теперь в Ленинградской области. Владислав, какое значение вы отводите таким атакам? Что комплекса они означают? Коллеги, в настоящее время на территории Российской Федерации активно продвигаются мероприятия по переизбранию на очередной срок Владимира Путина. По мнению российских проповедицев, все эти мероприятия должны происходить в атмосфере всеобщего умиротворения, благоденствия и счастья. Череда всякого рода мероприятий всероссийского федерального масштаба должны и призваны создать ту самую атмосферу безопасности и спокойствия для каждого гражданина Российской Федерации, чтобы он с легким сердцем поставил ту необходимую галочку в вылетении во время всеобщих выборов президента Путина. И тут получается боевая работа украинских дронов на Камиказах, когда случается боевая работа не только на территории Ленинградской области, гремит на территории Брянска, Курска, Белгородской области, в Орловской и Саратовской области время от времени гремит. И это, собственно говоря, звучит определенной степенью диссонансов с теми настроениями, которые, по идее, должны звучать в российском обществе. Я думаю, что логика действий украинских сил обороны в этом плане абсолютно рациональна. Жители Российской Федерации должны четко понимать, что времена благоденствия, которые были в Российской Федерации благодаря нефти и газа долларам 10 лет назад, они канули в лету. И причиной ухудшения уровня экономического благосостояния каждого россиянина это абсолютно бездарное, абсолютно нелепое и крайне опасное непосредственно по отношению к жителям Российской Федерации внешняя политика Владимира Путина и его окружения. Услышат ли, поймут эти сигналы жители российской глубинки, жители крупных городов Российской Федерации? Пока прогнозировать сложно. Но то, что взрывы, которые случаются на объектах критической инфраструктуры, в военных объектах, в объектах военной промышленности Российской Федерации настолько часто, это хороший момент. Ведь таким образом украинские силы обороны ослабляют боевые потенциалы путинской армии и, безусловно, это работает на пользу. Да, и вы правильно отметили, что БПЛАВ, собственно, и атакует, да, и еще и авиаремонтные заводы производства ЗРК «Панцирь», это за последние буквально неделю, под ударом исключительно объекта, которые питают российскую военную машину. Так ведь? Да, безусловно, и в этом контексте упрекаете украинские силы обороны, мол, от этих обстрелов страдают мирные жители Российской Федерации. Так позвольте, я не могу не вспомнить заявление господина Небензи, представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Он что говорил? Не сбивайте наши ракеты своими системами ПВО, и все у вас будет хорошо. Так я, собственно говоря, могу эту же самую фразу адресовать российским военным, равно как и жителям Российской Федерации. Не трогайте наши дроны и ракеты, они летят выполнять свою миссию в честь уничтожения военного потенциала Российской Федерации. И все тогда будет хорошо. И в центре Белгородской области, и в центре Белгорода, и в районе Санкт-Петербурга. Все будет замечательно. Гореть будет именно то, что должно гореть. А дома мирных жителей российских городов в Весе не пострадает. Кстати, обратите внимание, на территории Белгородской области все чаще случается так, что прилетает в дома, квартиры жителей Белгорода российские противоракеты. То есть фактически российская система ПВО убивает, уничтожает сама своих же сограждан. Да, еще стоит напомнить, что на Белгород неоднократно падали ракеты из-за схода этих ракет. И эти ракеты должны были лететь в сторону украинских городов. Но авиационная техника давала сбой. Собственно, Россия и российская армия не впервые бомбила собственные города, пытаясь обвинить при этом Украину. Владислав, а как вы считаете, сможет ли Москва защитить сейчас не только резиденцию Путина? Мы ведь видели и фото, и видеодоказательства того, как в первую очередь ПВО прикрывали близкие Путину объекты, но и другие объекты, по которым сейчас летят. И хватит ли, собственно, средств противовоздушной обороны Российской Федерации? И как вы считаете, насколько изобретательны те, кому удается достать эти важные объекты далеко от линии фронта? – Проблема Российской Федерации примерно такая же, как и проблема нашей страны. Огромные территории и количество техники, которая позволяет надежно закрывать небо над нашими двумя странами, она весьма ограничена. Путинская армия вынуждена переместила большую часть своих систем противовоздушной обороны ближе к границе с Украиной, либо же частично разместила на территориях временно оккупированной российской армии, для того, чтобы надежно прикрывать от воздействий украинских ракет, украинских дронов военные объекты на этих территориях. Соответственно, из иных территорий Российской Федерации эти системы изъяты. И хотя система ПВО над Ленинградской области, непосредственно над Питером, она направлена, в первую очередь, на Запад, таким образом российские генералы были уверены в том, что они смогут защитить второй по величине город Российской Федерации от натовских ракет. Но, как известно, НАТО воевать не собирается, а система обороны ПВО оборудована таким образом, что все системы противоракет направлены на Запад. А в сторону Ленинградской области сейчас дроны и ракеты прилетают с юга. Я уверен, что 1250 километров, это то самое расстояние, которое в настоящее время преодолевает наши дроны, прежде чем уничтожить, к примеру, нефтегазовый терминал вблизи Санкт-Петербурга, это лишь только начало. Начало важного пути, потому как, я думаю, что ключевая миссия наших дронов, она будет направлена нескольдаре, с севернее, в район аэродрома Олени. Это Мурманская область, именно оттуда очень часто поднимаются в небо стратегические самолеты российских военно-космических сил. Речь идет про Ту-95МС. Именно эти самолеты являются носителями ракет Х-101, Х-555, Х-55. Именно эти ракеты несут смерть и разрушение по всей территории нашей страны. И, соответственно, я с нетерпением жду, когда российские бомбардировщики, стратегические бомбардировщики будут превращаться в груды металлома, в непосредственных местах их базирования. И думаю, что ждать этого самого знаменательного события нам осталось не так много. Вспомним минувший год, когда случились первые масштабные атаки, дроновые атаки на аэродром Энгельс в Саратовской области. Тогда расстояние от украинских границ до этого военного аэродрома составляло порядка 600 километров. Теперь мы видим показатели в 1250 километров. До 2000 километров осталось не так много. Наши специалисты работают над тем, чтобы Украина чем больше получала возможностей, в том числе в плане использования дронов для нанесения высокоточных и, главное, очень результативных ударов по военным объектам, объектам военной промышленности и критической энергетической инфраструктуры на территории Российской Федерации. Это важно. Таким образом ослабляет как военный потенциал Российской Федерации, так и воинственный пыл Владимира Путина и его окружения. Да. Ну и в нашем эфире, наверное, неоднократно стоит повторять еще и то количество средств ПВО, которое уже уничтожило украинские силы обороны, вооруженные силы Украины, наша украинская армия. На сегодняшний день таких уже 657 единиц. Согласитесь, результат отличный для такого периода. Безусловно. Причем в числе этих уничтоженных средств ПВО есть комплексы С-400, которые, по мнению российских промагодистов, являются лучшими системами ПВО на планете. Но, как видим, есть нюансы, и в том числе комплексы ПВО С-400, которые призваны защищать небо примерно над временно оккупированной Феодосией, получают настолько критические повреждения, что не в состоянии реализовывать свою основную миссию. Примером тому уничтожение большого десанта корабля не так давно в эвакуаториях Феодосийского порта. Владислав, накануне Владимир Зеленский обращался к нашим западным партнерам и говорил о том, что Украине не нужны солдаты НАТО. Сейчас нашей стране нужно оружие и технологии. И все это есть у наших партнеров. Мы можем вспомнить, что Украина получала и ракеты Storm Shadow, и Scalp, и Atacons. Эти ракеты летели в том числе и по БДК во временно оккупированном Крыму. Как вы считаете, пополнится ли этот список все же ракетами Таурус? Какое они имеют значение в этой войне? Из хороших новостей, безусловно, мы в ближайшее время получим еще комплект 50 единиц ракет типа Scalp от французских производителей. Это, безусловно, хорошая новость. Что же касается дискуссий в немецком правительстве в части передачи ракет типа Таурус, мне очевидно, что вопрос даже не назрел, а перезрел. Для того, чтобы мы имели возможность разрушить конструкцию Керченского моста, а тем самым кратно ослабить логистические возможности российской оккупационной армии, действующей в Крыму и Севастополе, нам эти ракеты крайне важны. Сколь долго будет продолжаться дискуссия, сложно предположить. Надеюсь, что в ближайшее время должна пройти очередная встреча в рамках Фронштейна, и там мы услышим хотя бы четко очерченные временные показатели. Ведь технически наши самолеты готовы к использованию такого типа ракет, а конструктивно они практически мало чем отличаются от упомянутых скальпов и штурмшедов. То есть вопрос лишь в доброй воле немецкого правительства. Надеюсь, что эта добрая воля, в конце концов, будет реализована, а Украина получит то самое крайне важное средство для того, чтобы системно и не физично уничтожать вражеский военный потенциал, как в Крыму, так и в Севастополе. И давайте теперь детальнее о ситуации на линии фронта. Разведка Великобритании отмечает, что российские оккупационные войска нарастили сейчас наступательную активность по всему фронту в Украине, из-за чего увеличился уровень их потерь. Наши же силы сейчас берегут военных. Накануне изменили свои позиции в Харьковской области, перегруппировались из села Крахмальное. Владислав, как вы опишите нынешнюю ситуацию на восточной линии фронта? На каких участках сейчас происходят основные боестолкновения? Справедливости ради следует обозначить позицию спикера командования сухопутных войск, господина Фитёва. Он абсолютно четко обозначает, почему мы оставили Крахмальное, почему отошли на несколько километров западнее этого населенного пункта. Дело в том, что нынешняя война, это в первую очередь война не за населенный пункт, а за господствующие высоты. Тут я не могу не вспомнить кейс северского выступа, где мы в течение долгого времени всякий раз отбиваем все попытки противника оттестить над западнее. Почему? Потому как наши инженерные фортификационные сооружения расположены географически в удобных местах. И противник, пытаясь атаковать наши позиции, всякий раз несет огромные потери и не в состоянии продвинуться вперед. Кейс, связанный с обороной Кутовского направления, он и ориентирован на реализацию именно таких же планов. Мы занимаем господствующие высоты, размещаем на них наши инженерные фортификационные сооружения, зарываемся в землю, создаем непроходимые противопедохотные и противотанковые поля. И, соответственно, противник, имея желание, не имеет возможности двигаться вперед, даже имея кратное превосходство. В живой силе, в бронетехнике, используя авиационную компоненту, он не в состоянии реализовать свои планы. А планы очевидны. Путинская армия, мне буквально мечтает о том, чтобы выйти буквально к левому берегу реки Оскол, взять под контроль крупный железнодорожный узел Купинск-Узловой и таким образом формировать плацзарм. Плацзарм для дальнейшего полепродвижения в сторону областного центра Харьковской области города Харькова. Но россияне мечтают, но если они имеют ли они недостаточное количество ресурсов на поле боя, ответ, как по мне, очевиден. Тех ресурсов, которые в ненастоящее время располагают, недостаточно для реализации их планов. Ну и в принципе ситуация на поле боя, как по мне, будет в ближайшей перспективе ориентироваться в первую очередь на ресурсные возможности украинской армии. То есть, если украинская армия будет в достаточном количестве артиллерийских систем и боеприпасов к ним, у противника нет ни единого шанса продвинуться хоть на несколько километров на любом участке фронта. Да, будем надеяться на военную поддержку от наших партнеров, потому что, как вы и сказали, на этой неделе состоится очередное заседание в формате «Рамштайн». Будем ждать положительных новостей для Украины. Владислав, спасибо вам огромное за этот разговор и вашу аналитику. Владислав Селезнев, военный обозреватель и бывший спикер вооруженных сил Украины, был с нами в эфире «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.